мое почтение господа товарищи бухловары с вами как всегда витальсон в сегодняшнем видео мы будем ставить брагу из растительного экстракта сам себе самогончик кальвадос с дрожжами сам себе самогончик и перегонять эту вкусоароматическую брагу на самогонном аппарате алкаж делюкс от компании домашние самогоны давайте посмотрим подробно как и что я делал итак смотрите что здесь у меня есть экстракт растительный бродильная смесь кальвадос сам себе самогончик и пачечка турбодрожжей сам себе самогончик турбодрожжи вот эти отлично работают я их уже тестировал и не раз видео есть на канале так что же это такое что же это такое кальвадос бродильная смесь давайте сейчас я вам зачитаю описание растительный экстракт гладера pro f2w представляет из себя высококачественный экстракт из яблока смеси фруктов и ягод произведенный по специально щадящий технологии экстракции позволяющий сохранить все полезные свойства и натуральный вкус ароматический букет полученные в результате брожения с данным экстрактом брага используется для последующей дистилляции при приготовлении кальвадоса после перегонки дистиллят сохранить насыщенный и ароматный яблочно-фруктовый вкус при взаимодействии с дрожжами сам себе самогонщик экстракт способствует улучшению качества и уменьшению срока брожения сахарной браги состав экстракт из смеси фруктов и ягод рекомендации по применению дозировка экстракта составляет от 5 до 12 грамм на литр сусла растительный экстракт разводится в 1-2 литров горячей воды 80 градусов по цельсию тщательно перемешивается настаивается 24 часа и добавляется перед брожением непосредственно в брагу так сейчас разведу я вот эту пачечку 350 грамм разведу я ее в 2 литрах воды и оставлю настаиваться на 24 часа далее будем делать брагульку также у компании сам себе самогонщик на вайлдберисе и на озоне кстати с бесплатной доставкой что немаловажно я ссылочки все оставлю в описании также есть еще экстракты коньяк и экстракт грушевый шнапс также есть еще окромя turbo дрожжей дрожжи для виски и вот такие вот замечательные бутылочки это литровые которые имеют пробки гуала пробка этот алюминиевая вот этот пластиковые бутылочки такие замечательные на подарок можно преподнести и пол литровые вот эти бутылочки с такими вот пробками не помню как они называются вот такие коньячные пробочки также вот такие термоколпачки ссылочки все будут в описании ребят очень удобно заказывать вот на валберисе на зоне там бесплатная доставка вот очень это будет хорошо так смотрите что я сделаю так сейчас настаиваю вот этот экстракт дальше 30 литров воды возьму 8 килограмм сахара и добавлю 2 литра вот этой бродильной смеси и естественно вот эти дрожжи сам себе самогонщик дрожжи отличные вот тут даже есть тоже рекомендация к применению растворить сахар 7 килограмм в 25 литрах воды 8 или 9 килограмм в 30 литрах воды если 10 килограмм то 30-40 литров теплой воды 30-32 градуса по цельсию внести упаковку дрожжей тщательно перемешать температуру брожения 23 до 31 оптимальная температура 28-30 подробная информация на сайте сам себе самогонщик точка ру все ссылочки повторюсь в описании всего давайте ставить сейчас на поставим на настаивание бродильную смесь и дальше уже завтра будем ставить барагульку нагрел я воды отрезал уже пакетик пахнет яблочком запах похож вот кто сам яблоки сушил вот такой вот сушеными яблоками вот смотрите выглядит как такой светло-коричневый порошок запах приятный реально пахнет яблочками теперь нужно аккуратненько пересыпать готово дело и заливаем 2 литра воды вода горячая так что аккуратно о я уже чувствую запах пошел теперь тщательно перемешаем все очень просто все тщательно перемешано и теперь оставляю на 24 часа а завтра уже будем ставить брагульку прошли сутки я подготовил сахарный сироп 8 килограмм сахара 30 литров воды сахар самый простейший из пятерочки вот один мешок 5 килограммовый и 3 мешка по килограмму где-то 32 градуса по цельсию затор простояла здесь у нас наша бродильная смесь настоялась сейчас вношу ее в сахарный сироп в наш разведенный уже вношу дрожжи и все хорошенько тщательно перемешиваю так вносим нашу бродильную смесь вот она в баночке аккуратненько выливаем вот таким макаром и дрожжики вот так вот они выглядят внутри пахнет аскорбинкой очень приятно прямо аскорбиновая кислота рассыпаем сверху дрожжи вот так все и сейчас все это дело тщательно перемешиваем и оставляем на брожение все затор я перемешал теперь оставляем его на брожение запах стоит обалденный прям яблочком пахнет мне очень нравится закрываю крышкой крышка не плотная крышка не плотная есть зазоры не нужен здесь никакой гидрозатвор совершенно так сегодня у нас 5 марта 8 килограмм сахара 30 литров воды одна пачка бродильная смесь кальвадоса одна пачка дрожжей и сейчас будем смотреть на всех этапах брожения как себя будет брогулька вести ну и за сколько времени естественно она отбродит прошло 12 часов давайте посмотрим что у нас здесь ох ты какое активное брожение идет обалдеть запах приятный запах обалденный такой фруктовый я не скажу что он конкретно сейчас яблочный а прям как фруктовое какое-то игриста и вино класс вообще класс посмотрите как бродит ребят да пока что мне все нравится пока что все отлично аромат прекрасный брожение идет очень активная так что думаю отбродит быстро все все чудненько стоит просто при комнатной температуре но у меня дома тепло сейчас вот на кухне 27 градусов ладно ждем что будет дальше так здесь у меня все записано да 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 все ждем настало время перегонять нашу брогульку так на четвертые сутки она отбродила и я дал ей отстояться 7 дней я люблю когда брага сама по себе осветляется вот смотрите в колбочке у меня ариометр и он утонул так что все выбродило все замечательно по заявке производителя данный растительный экстракт дает такой же эффект как 5 литров концентрированного сока то кусок стоит у ее сколько по сравнению с экстрактом вот ну что ж сейчас собираем оборудование начинаем перегон перегонять буду на самогоновом аппарате алкаш делюкс от сани самогона от компании алкаш и поставлю две медные мочалки в царгу потому что все таки как не как брага фруктовая по аромату вот знаете я не особый ценитель вин но вот напоминает мне какое-то вино какое-то вот сухое вино очень приятный аромат вот прям прям вот фруктовое вино хорошо пахнет ладно посмотрим что у нас получится по итогу перегонять буду я для белого питья естественно не для бочки потому что у меня и бочки сейчас пустой нету поэтому перегонять буду первый перегон где-то до 10 процентов крепости в струе а второй перегон будет где-то у меня методом недоректификации на меди ну где-то до 90 дабы сохранить вкуса ароматику брагульки получилось под самую завязку ребят смотрите ну небольшой зазорчик есть я думаю ничего нормально так ну и вот осталось сколько гуще не очень немного вот так вот он там тут сверху жижка и там вот гуще не стал я вот это уже доливать ну не в принципе можно было бы еще там литр два вместить но я думаю это уже ни к чему здесь уже с дрожжами здесь уже муть хотя дрожжами не пахнет вот что интересно вообще никакого дрожжевого запаха дрожжевой вони совершенно нет вот это радует вот нравятся мне крышки вот эти вот от кубов от алкашей смотрите никто вот я ни разу еще не видел кроме как вот на в компании алкаш вот что были бы сделаны такая высокая вот это такой высокий сделан отвод и разварка на четыре стороны высокий отвод нам позволяет поставить сюда полноценный пыш и вот эта разварка на четыре стороны колонне шататься не дает от слова совсем понимаете да и смотрите когда закручиваем или откручиваем вот здесь кламп ну когда закручиваем ладно кастрюля холодная когда откручиваем кастрюля в принципе горячая и постоянно руку обжигаешь об крышку а здесь не обожьешь потому что высоко а на коротких постоянно я вот пальцы вот так вот пальцами блин цепляю и пальцы обжигаю так что крышки вот эти они родные от кастрюль вот вот здесь получается была ручка вот она вот так наверное вот так где-то здесь была ручка здесь вот сюда подровнячок поставили вот ручку срезали и вот из ручки такая разварочка получается очень удобно офигенное решение офигенное решение мне очень это нравится друзья мои нигде больше такого я не встречал по сборке у меня сегодня все просто так работаю на индукционной плите iPlate AT2700 далее у нас идет куб далее диоптер два отвода и холодильник диоптер я поставил лишь для того чтобы посмотреть вдруг будет заброс потому что много достаточно браги практически под самую завязку вот только лишь для этого а так можно его в принципе здесь и не ставить так каждый люкс холодильник здесь супер мощнейший холодильник полметра блин ребята утилизация у него просто дикая расход воды маленький так беру как я уже и сказал буду брать на полной мощности процентов до 10 в общем посмотрю я не хочу отбирать вообще прям до самого нуля хотя хотя буду смотреть это по перегону может быть там и ароматный будет но если будет вот какая-то вонючка то я ее отбирать не буду где-то процентов до 10 я думаю а там уже в принципе понюхаем ну судя по браге судя по аромату браги то сырец должен быть тоже достаточно ароматный мне прям реально понравилось как брага пошла так что вот кальвадос ну конечный результат конечно будет уже когда я его испробую а так хочу еще взять на валдбересе еще взять наборчики тоже потестировать тем более на валдбересе там доставка бесплатная вообще обалденно и кстати еще вот бутылки я вам показывал вот они у меня там прячутся стоят на валдбересе и на озоне тоже они будут там дай бог памяти 12 разных видов тоже можно тоже посмотреть прикупиться они там недорогие вот это меня радует и то что мне еще в этих бутылках нравится их можно ну под подарок подобрать там допустим военным там рыбакам кому там еще охотникам чисто так на подарок преподнести классно почему нет так ладно разглагольствование можно разглагольствование долго вести сейчас все это дело нагреется в 45 градусов уже в кубе быстренько отберем и уже на дробный перегон мне не терпится попробовать готовый продукт кстати попробую если мне все понравится то поставлю на хересные палочки на дубовые вон она пена лезет вот для чего я диоптер ставил 70 градусов вот она пена вот она даже через пыш пролазит зараза такая ну конечно целый бак налил под завязку но ничего сейчас мы что сделаем сейчас мы маленько убавим до двух киловатт и поработаем на двух киловаттах я думаю будет нормально а потом уже можно будет и добавить вот такие дела пришлось царгу поставить сделать высокий подстил а то пена прям полезла 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 ну ничего значит на высоком подстиле поработаем я думал обойдемся без царги но нет ну ладненько ничего страшного работаем отобрал я сколько четыре с половиной литра да две триста поставил вот сейчас уже все пена нету уже пена не прет все нормалек все угомонилось так что ребята учитывайте при перегоне что может быть пена все об этом я вам рассказал хотя если бы уж поменьше налил может бы такого и не было но в принципе ничего вышел из положения поставил просто царгу и все нормально так девяносто пять сейчас в кубе термометр наш показывает я налил думаю дай-ка проверю вон дистиллят идет ледяной пятнадцать целых девять десятых градуса по цельсию что у нас там по крепости показывает сорок шесть где-то да где-то сорок шесть ну и плюс еще он холодный это где-то там сорок восемь так что пока что все идет по плану все хорошо продолжаем перегон ребят у меня тут термометр сошел с ума сейчас как начал скакать то девяносто один то девяносто три то девяносто семь короче походу у него мозги сглючились вообще сейчас вытащу его поставлю другой гердек термометру короче и такое бывает хотя здесь вот аналоговый термометр хороший но просто мне аппарат на полу стоит низко наклоняться неудобно ну а с этим все китайская хрень в струе в данный момент десять процентов спирта но я думал отобрать до десяти ну основываясь по аромату ну вот ничего вонючего я в аромате сейчас не чувствую вот этих ядерных хвостов вот этих ядерных хвостов ну как у обычной сахарной браги вот когда мы перегоняем там уже хвосты ядерные в это время тут их нет тут такой легкий легкий фруктовый запах получается отобрали отобрали мы уже здесь десять десять литров наверное уже десять с половиной почти вот да десять с половиной литров уже есть а запах нормальный нормальный ну сейчас я наверное до одиннадцати литров доберу и буду прекращать ну вот и все сказал мудрец его дукану одиннадцать литров все этого нам достаточно интересно сколько наш китайский друг показывает девяносто девять и четыре так тут мы выключаем замеры уже завтра будем проводить потому что время уже без пятнадцати час ночи пора и и баеньки идти вот сейчас воду отключу а да ребята напомнить вам хочу на плите на индукционных кулеры шумят не выдергивайте ее из розетки пока кулеры не остановились и кстати индукционные плиты вот эти компании айплейт ну я считаю они самые лучшие их можно купить как в официальном магазине я ссылочку оставлю в описании так же и в магазине у сани самогона в магазине домашние самогоны тоже можно купить по такой же цене как у официалов так что проходите ребята смотрите покупайте без проблем все ждем утро и проводим замеры по итогу перегона получилось 10200 мл ароматного спирта сырца крепостью 40% вот у меня тут реометр утонул крепостью 40% самое главное для меня в этом перегоне что это вкуса ароматика спирт сырец получился достаточно душистым такой свежий свежий фруктовый аромат таких ну каких то вот я бы не сказал что каких то конкретно яблоко вот яблочная ароматика присутствует ну больше такая вот фруктовая не ярко выраженная яблочная фруктовая свежесть такая мне нравится мне нравится вот ну по запаху можно легко определить что это яблоки вот если допустим дать понюхать человеку который не знает из чего это спирт сырец сделан человек скажет понюхав да что это яблоки так что по вкусу ароматики я доволен вот по выходу я доволен отжимать все из куба до конца я не стал дабы уже вот эти ядерные совсем хвосты там вонючие не брать потому что они потом в самом конце будут они нам здесь совершенно ни к чему они нам здесь не нужны так что перегоном сегодняшим я доволен но раз такой ароматный спирт сырец получился я думаю и должен получиться достойный продукт уже для питья а сейчас ребята я хочу вам сказать несколько слов о компании домашние самогоны о торговой марке алкаш у александре преснякове компания домашние самогоны вот сегодня я делал перегон на аппарате алкаш делюкс у них есть хороший сайт на котором представлено огромное количество разного оборудования для нас с вами для самогоноварения это самогонные аппараты различного типа начиная от аппаратов сухопарниковые заканчивая там уже колпачковыми колоннами премиум класса также индукционные плиты также дрожжи также разные бутылки для оформления нашего самогона мельницы солод концентрированные соки ну в общем все 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 есть в магазине ссылочка будет в описании и дело в том что магазин это не только интернет магазин а это реальный живой магазин в который можно прийти пощупать товар купить и еще новость он не один в москве он уже в большом количестве городов нашей необъятной страны потому как компания домашние самогоны предлагает франшизу франшизу на очень выгодных условиях что нужно сделать для того чтобы узнать эти условия что нужно сделать чтобы с минимальными вложениями с минимальными напрягами открыть бизнес по продаже самогонного оборудования я оставлю ссылочку в описании вы по ней кликанете и оставите заявку высококвалифицированные специалисты вам перезвонят и все 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 объяснят от а до я все разложат по полочкам эта заявка вас ни к чему не обязывает вы можете послушать и сказать все спасибо я подумаю потом с вами свяжусь никаких обязательств эта заявка за собой не несет но единственное хочу сказать что на данный момент я знаю это точно что франшиза домашние самогоны от компании самое выгодное на рынке так что те из вас кто хотят приобщиться к бизнесу пожалуйста ссылочка в описании а те из вас кто хочет что-либо прикупить для своего хобби также ссылочка в описании на магазин на интернет магазин и там вы можете посмотреть адреса где есть реальные живые магазины где вы можете прийти и пощупать товар посмотреть товар вот также у Александра Преснякова у основателя торговой марки алкаш и торгового дома домашние самогоны есть youtube канал на котором он проводит розыгрыши и мне кажется что никто из ютуберов самогонщиков не проводит такие обширные и дорогостоящие розыгрыши которые проводят Саня там призов разыгрываются у него там на полмиллиона рублей всегда так что ссылочку на канал я тоже оставлю пожалуйста проходите подписывайтесь смотрите так ну а мы с вами уже встретимся при дробном перегоне кальвадосика как же я его буду перегонять сейчас буквально пару слов самогонный аппарат алкаш делюкс соберу в режиме бражной колонны то бишь отбор по пару после дефлегматора таким образом в царгу я поставлю два медных пыжа отберу головы тело буду отбирать в такой спиртовой полке 90-92 ну и дальше уже обрубим с вами хвосты вот в этой спиртовой полке 90-92 у нас чудесно сохранится вкуса ароматика продукта потом разбавим до петельной крепости до 40 попробуем продегустируем если все будет хорошо а я уверен что все будет хорошо потому что очень ароматный спирсорец то поставлю на хересную щепу у меня есть хорошая щепа вымоченная в хересе щепа из французского дуба все ребята я вам говорю до свидания до новых встреч с вами был Витальсон встретимся на дробном перегоне быть добро господина как